всем привет вы на канале 7 девушка сейчас я вам покажу что можно сделать из старого пододеяльника который вы уже использовать не будете естественно что любая хозяйка скорее используют старый пододеяльник старую простынь старую наволочку на тряпки но порой столько тряпок и не нужно в хозяйстве поэтому остается вопрос куда деть пододеяльник и выбросить жалко и тряпок такое количество не нужно и так что сделала я я взяла вот старый пододеяльник сейчас он не весь здесь я уже от него отрезала часть это пододеяльник из ситца со временем уже конечно он износился я его уже использовать не буду здесь даже появились к катышки посмотрите хорошо видно это очень тонкий ситец без конечно по толще а у меня пододеяльник из сердца сейчас я расскажу что я из него сделала вот я разъединяю ткань я не сложила вместе вот и она немножечко сцепилась вот когда разъединяю то она не очень быстро разъединяется и что мы видим что она очень очень тонкая ткань очень тонкая очень очень тоненькая практически как марлевка сейчас поближе покажу вот видите видны волокна и так что я сделала из этой ткани из этого пододеяльника я стала разрезать его на тонкие полоски шириной не больше одного сантиметра вот здесь видно что я уже отрезала что у меня получилось какая много много сделала полосок а вот что у меня получилось вот такая куча ленточек вот так как пододеяльник все таки сшит со всех сторон то когда мы возьмем уже готовую одну ленточку мы увидим что она замкнута вот этот шовчик я отрезаю вот он шевчик видите я его отрезаю и у меня получается ленточка и у меня получается ленточка которую я затем разъединяю на две полоски извините снимаю одной рукой держу камеру а другой показываю вам что у меня получилось и так я разъединяю вот видите у меня получается длинная длинная ленточка длинная длинная получается вот я ее разъединяю и потом наматываю клубочек вот посмотрите вот эту тонкую ниточку я сматываю клубочек вот у меня получился пока такой небольшой клубочек но это уже не первый клубок который у меня получился я уже несколько клубочков уже связала что я связала из этих ниточек из этих ленточек раньше бабушки вязали коврики из таких ленточек брали разноцветные такие полоски брали из разной ткани полоски из остатков ткани и вязали коврики кругленькие если вы помните что сделала я а я сделала вот что сейчас я вам покажу и так вот мои ножницы рабочие вот мой рабочий крючок номер 5 вот вот что у меня получилось и так что же это такое это лежанка для котиков сейчас я вам поподробнее расскажу и покажу вот я присяду на стульчик мне так будет удобнее и так что мы видим имея вот такую большую кучу ленточек крючок номер пять я начала вязать лежанку для котиков посмотрите вот таким методом кругового вязания плотного вот я связала вот такой большой круг он может быть любой любого диаметра у меня где-то порядка 30 сантиметров вот затем я перестала убавлять и связала бортики и затем я вижу уже вот эту крышу скорее всего это будет домик для кошечки сейчас я вам покажу со всех сторон что у меня получилось уберу вот это и и оставлю только домик так смотрите вот посмотрим снизу и так вот это начало вязания обычными столбиками без накида я вязала прибавляя необходимое количество петелек значит дальше я уже стала вязать как видите вытянутыми такими петлями захватывая предыдущий ряд чтобы получилось более плотное вязание и она получилось я не буду вам говорить сколько рядов нужно связать потому что каждая вязальщица вяжет со своей плотностью у каждой вязальщицы свои ленточки ленточки определенной толщины у меня ситец и ленточки получились тоненькие а если мы берем вязь то получаются ленточки толще нужно брать крючок больше например 67 у меня крючок номер пять и так вот я связала основу круг круг получился далее я перестала убавлять и у меня пошли бортики когда перестаешь убавлять то сразу вязание идет вверх то есть получается бортики и так бортики также я вязала вытянутыми петлями чтобы они были более плотные и когда я связала бортик нужной ширины нужной высоты это приблизительно 5 6 сантиметров до 5 6 сантиметров дальше я стала вязать обычными столбиками без накида вот вы видите разницу здесь да разница хорошо видно и так вот этими столбиками без накида дальше я буду вязать весь вверх вот этой этого домика весь вверх будет связан сейчас пока у меня вот на такой стадии лежаночка здесь я уже стала вы видите наметила этого домика вход то есть вход будет вот такой длины он может быть тоже разные длины может быть поменьше может быть побольше так ну и соответственно сегодня я буду продолжать вязание свяжу уже буду формировать вот этот вход для кошечки вот и завтра покажу вам что у меня получилось а сегодня я буду сматывать в клубочек вот эти ленточки которые я сделала утром а весь вечером уже буду вязать домик продолжу вязать дом дальше что я планирую вы видите что все вот эти вот узелочки остаются внутри снаружи нет ни одного узелочка ни одного узелочка нет снаружи все узелочки внутри причем когда я сматываю ленточки в клубочек я здесь не связываю ленточки я их начинаю связывать только тогда когда ленточка заканчивается для того чтобы сформировать узелочек который будет находиться внутри если я вот на клубочке сразу завяжу ленточку к ленточке то в процессе вязания у меня может получиться так что узелочек окажется снаружи и заправлять его это не очень удобно я не знаю кому как но мне не очень удобно вот все узелочки оказались внутри дальше я планирую в этот домик сшить подушечку может быть из такой же ткани из такого же пододеяльника а может быть из другого так как у меня есть еще один такой пододеяльник вот возможно сделаю из такой же ткани подушечку может быть из другой и так вот на этот лежачок с учетом того что здесь использовались вытянутые петли то есть ленточек ушло гораздо больше чем если бы я вязала простым столбиком без накида вот здесь почти целый пододеяльник ушел вот у меня осталось в этом кусочке ткани у меня осталось всего лишь ширина но вот она такая сейчас перед вами полностью ширина какая у меня осталось но может быть сантиметров 40 40 от продеяльника осталось естественно что вот эти вот все швы я отрезаю и я кладу в сторону не выбрасываю сюда я использую только мягкие вот эти ленточки никаких швов я сюда не завязываю все сет вся ткань которая включает швы она у меня отдельно лежит и возможно когда я буду оформлять вот этот вот эту часть вход домик я использую вот эти остатки ткани со швами и они достаточно здесь укрепят вот этот вход в домик ну я так думаю как я это буду делать я потом вам покажу и так здесь в будущем будет подушечка на которой кошечки будут очень приятно и мягко лежать вот и будет крыша у домика и так ну вот все что я хотела вам сегодня показать завтра я вам покажу насколько я продвинулась в своем вязании всех вязальщиц то любит вязать и хочет сделать полезную вещь я призываю делать такие лежа лежаночки для кошечек вот если даже у вас нет кошечки вы можете сделать такую лежаночку и кому-то подарить или отдать в кошачий приют поверьте мне что в приюте для кошечек такие вещи всегда нужны для чего я это делаю и чего я делаю эту лежаночку я планирую и отдать приют для кошечек об этом я расскажу в другом видео всем спасибо за внимание всем всего доброго приятных минут в рукоделии и надеюсь что эта информация которая я с вами поделилась будет вам очень полезной пока